МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. Это значит в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Главная неделя года. Восточно-экономический форум принял гостей из 60 государств и стал стартом для проектов на сумму в 3 триллиона рублей. Подписание соглашений между крупными корпорациями, целыми странами, секцией, лекцией, форумы, это все, конечно, очень интересно. Но здесь, в пресс-центре Восточного экономического форума, уже четвертого по счету, можно увидеть обратную сторону работы масс-медиа. Яркая и неожиданная арт-коллаборация. Дизайнеры Владивостока создали смелую и уникальную коллекцию одежды и аксессуаров. Обычно же у каждого дизайнера своя коллекция. Каждый что-то готовит, что-то продумывает. А здесь мы поработали все вместе. Это было очень интересно. Тихоокеанский рубеж. Битва гигантов масс-рестлинга прошла во Владивостоке в последний день ВФ. Это для того, чтобы была дружба между спортсменами, сполченностью команд и пропагандой и популяризацией масс-рестлинга. Также в выпуске главы трех департаментов администрации Приморского края покинули свои посты. И еще расскажем, юбилейный пятый чемпионат по дрифту стартует во Владивостоке. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Сбой в работе телефонов скорой помощи устранен в столице Приморья. Напомним, жители Владивостока, накануне пытавшиеся вызвать скорую медицинскую помощь, столкнулись с перебоями в работе по телефонным номерам 03 и 103. Как отметил главный врач станции скорой медицинской помощи Владивостока Дмитрий Чурилов, в основном проблемы касались номера 103. Причем дозвониться было сложно со всех операторов связи. По информации ресурса ВЛРУ в Краевом департаменте здравоохранения сообщили, что сложности с дозвоном в службу скорой медицинской помощи возникли в связи с техническими проблемами у Ростелекома в Приморье. Проблему могло усугубить и те обстоятельства, что многие бригады городской скорой помощи дежурили в Днивев на острове Русском. Однако интернет-пользователи в своих комментариях высказали мнение, что это происходит из-за того, что скорая помощь во Владивостоке недоукомплектована кадрами. Другими словами, там просто некому работать. К слову, проблему острого кадрового дефицита в сфере здравоохранения глава региона озвучил даже президенту страны. Андрей Тарасенко напомнил Владимиру Путину о существовавшей ранее практике распределения специалистов после вузов в разные регионы страны. Сегодня все телефонные номера скорой помощи работают в обычном режиме. А жителям Владивостока также напоминают, что вызвать врача или другие экстренные службы можно также по единому номеру 112, который работает бесперебойно. Тем временем главы трех департаментов администрации Приморского края покинули свои посты. Заявление об увольнении по собственному желанию подали руководитель Краевого департамента здравоохранения Приморья Андрей Кузьмин, возглавлявший департамент экономики и развития предпринимательства Приморья Анна Терлецкая, руководитель департамента по делам молодежи Александр Кайданович, сообщили в администрации Приморья. Заявления об увольнении от чиновников поступили накануне второго тура досрочных выборов губернатора Приморья, который назначен на 16 сентября. На Шамаре ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. На побережье Уссурийского залива в районе бухты Лазурной в четверг 13 сентября горожане обнаружили масляные радужные пятны. Темная масляная пленка толстым слоем покрыла песок, а в воздухе, по словам очевидцев, стоял едкий запах. Специалисты администрации Владивостока оперативно выехали на место и обследовали территорию. Общая площадь загрязнения составила более полутора тысяч квадратных метров. Часть побережья и устья речки площадью около 800 квадратов уже очищены, сообщили в Управлении охраны окружающей среды и природопользования. Пробы воды направлены в Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу. Источник загрязнения и виновник происшествия не установлены. Проводятся разбирательства. Территория за речкой протяженностью около 150 метров будет убрано рабочими городского предприятия «Содержание городских территорий». Отметим, еще в начале мая Роспотребнадзор не включил пляжи на Шамаре в список безопасных для купания. После инициативная группа горожан заказывала независимую экспертизу, чтобы доказать, что в бухте Лазурной можно купаться. Однако в августе морская вода на Шамаре снова не прошла проверку Роспотребнадзора. Новый автобус появился на маршруте номер 15. Он будет курсировать между островом Русский и центром города. Машину подарила администрация Владивостока компания «Нефтегаз холдинг». Теперь у студентов ДВФУ больше возможностей добираться до места учебы и обратно с комфортом. Ну а все подробности расскажет Катерина Матвеева. Большой брендированный автобус появился на маршруте номер 15. Он следует от остановки «Изумруд» до «Океанариума» на Русском острове и обратно. Машина Минского автомобильного завода комфортная и просторная. Может взять на борт сразу 150 пассажиров. Заметим, что вопрос выделения дополнительного транспорта не раз поднимали студенты на встречах с главой города. И вот дополнительный автобус вышел на линию. Вы подаете хороший пример. Я думаю, что другие компании, работающие в городе Владивостоке, Приморском крае, последуют хорошему примеру участия в жизни города тем временным способом. Сейчас идет работа над внедрением во всем городском транспорте безналичной системы оплаты проезда, систем видеонаблюдения и спутникового слежения. Следующим шагом будет разработка абонементов, сквозных билетов и льготных проездов. Вы продумаете студенческий какой-то тоже. Мы будем тоже помогать или давать какой-то субсидию на то, чтобы у нас снизить. Нам важно синхронизировать эти две системы. Муниципальная система безналичной оплаты проезда и система Приморец, которая допускает край. Всего на маршруте номер 15 вместе с новым автобусом работает 54 машины. И ожидается поставка еще двух. Постепенно будет обновляться весь городской транспорт. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. К слову, уходящая неделя стала одной из самых важных для Приморской столицы в этом году. Завершился Восточный экономический форум. Событие глобального характера, которое уже стало для Владивостока традиционным. На Тихоокеанском побережье в этот раз собрались представители 60 стран. Глав государств, бизнесменов, финансистов и инвесторов. О самых ярких моментах форума расскажет Евгений Черемухин. Его участниками стали больше 6 тысяч человек. Общая сумма достигнутых договоренностей 3 триллиона и 108 миллиардов рублей. По предварительным данным подписано 220 соглашений. Под приставкой «Самый-самый» в Приморской столице уже в четвертый раз прошел Восточный экономический форум. Но еще до начала официальной части на набережной кампуса ДВФУ открылась экспозиция, которая каждый год предвосхищает повестку ВЭФ. Каждый павильон – это целый регион. На открытии присутствовал даже полпредпрезидента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Дальний Восток – это 6 миллионов квадратных километров, огромная территория. И когда человек приехал сюда на Дальний Восток, у нас, пожалуй, нет другой возможности так вот наглядно познакомить его с разными регионами, показать природу, культуру, экономику. Задача улицы Дальнего Востока – вызвать интерес. Из девяти представленных регионов, что открывали свои двери для инвесторов, Республика Саха удостоилась чести стать первой в рамках открытия улицы Дальнего Востока. Музыканты вовсю старались, ну а высшие политические чины региона с энтузиазмом транслировали перспективы развития Якутии. На территории Якутии реализуются такие крупные проекты, как строительство газопровода «Сила Сибири», строительство которого завершится к концу 2019 года. Также реализуются крупнейшие на дальнем проекте угольные проекты. Прежде всего, это проект освоения Эльгинского каменноугольного месторождения с запасами более 2,5 миллиардов тонн коксующихся углей, марок, которые востребованы всеми металлургами мира. Не прошло и двух дней с открытия Дальневосточной улицы, как вовсю заработал долгожданный форум, где встретились экономические потенциалы и деловые амбиции стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сотни лекций, дебаты и подписания соглашений – все это нескончаемым потоком врывалось в информационное поле. Ну а перерабатывать и выдавать все события в виде удобоваримых фактов выпало журналистам. Для них организовали специальный пресс-центр, который всегда был полон, и где царила атмосфера напряженной деловитости. Подписание соглашений между крупными корпорациями, целыми странами, секцией, лекцией, форумы – это все, конечно, очень интересно. Но здесь, в пресс-центре Восточного экономического форума, уже четвертого по счету, можно увидеть обратную сторону работы – масс-медиа. Здесь сотни журналистов в данный момент ожидают пленарного заседания главы государства. События «Х» ждали все. Пленарное заседание с участием глав пяти государств случается не каждый день. Вначале традиционно выступил президент России, а после начались дискуссии, в ходе которых буквально вершилась история. Самым неожиданным и амбициозным стало предложение Владимира Путина, премьер-министру Японии Синзо Абе. Президент прямо предложил заключить мирный договор между двумя странами. Давайте заключим мирный договор, ну, не сейчас, но до конца года. Без всяких предварительных условий. Ну, а пока высокие лица обсуждали геополитические вопросы, журналисты поделились со съемочной группой «Восьмого канала» своими мыслями ОВЭФ. Стало больше площадок, где говорится о реальных проектах. Я имею в виду такие, как связанные с морской экономикой, связанные с международной экономикой. Это, в общем, впечатляет. Хотелось бы, чтобы это были не только слова, но и дела. Вот эта атмосфера, я не знаю, деловая, там, власти, денег, все эти люди в деловых костюмах. И ты чувствуешь, что действительно здесь сегодня вершатся там какие-то судьбы Приморского края, какие-то глобальные проекты. Вот, я как человек, в общем-то, от этого далекий некоторое вещееся почерпнул. Правда, я их не запомнил, но я их почерпнул. Ну, я приехал первый день, получается. Клинарку надо отписать. Работы много. Ее опять задерживают. Все как всегда, короче. У меня не такой напряженный график. Я, можно сказать, на лайте работаю. Мне очень нравится ВЭФ как мероприятие. Я фотокорреспондент, и каждый год очень много фотографирую здесь разных мероприятий. Кроме того, у меня есть уникальная возможность пообщаться со старшими коллегами из федеральных изданий. Они делятся опытом. Это всегда очень интересно и круто. Не упустил возможность посетить площадки и секции Восточного экономического форума глава города Владивостока Виталий Веркиенко. Градоначальник поучаствовал в дебатах, посвященных развитию Русского острова, как оплота для будущих инвестиций. Это создание финансового центра и офшора на территории Русского острова, города Владивостока. Было интересно послушать, принять участие в дискуссии и понять, каким образом эти новые экономические инструменты повлияют на развитие города Владивостока. Кроме деловой программы, съемочная группа Восьмого канала освещала и культурную часть. Благо, показывать было что. Самыми запоминающимися стали спортивные сегменты в Эф. Например, международный турнир по дзюдо, где столкнулись пять стран. Япония, Монголия, Китай, Южная Корея и, конечно же, Россия. Кроме благородной японской борьбы, в один из дней форума прошли чуть менее утонченные, но очень зрелищные соревнования по масс-рестлингу. Супер-тяжеловесы из 24 стран преодолевали пределы человеческих возможностей, тягая камни по полтора центнера и многое другое, что не под силу простым смертным. Нужен он для того, чтобы спортсмены перед тем, как стали поднимать основной вес, на нем тренировались. Попробую это сделать и я. Восточный экономический форум – мероприятие титанического размаха. И охватить его целиком или даже наполовину попросту невозможно. Впрочем, ВЭФ привнес в информационную повестку Приморской столицы миллион новых поводов, как для оптимизма, так и для размышлений. На взгляд многих журналистов этот форум отличался от предыдущих еще более высоким уровнем обеспечения безопасности, более удачной логистикой и насыщенной культурно-развлекательной программой. Ну и, конечно, свою позитивную роль в этот раз сыграла природа. За все время форума погода не подкачала и сделала форум еще более комфортным для всех. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Битва гигантов масс-рестлинга Тихоокеанский рубеж прошла во Владивостоке в последний день ВЭФ. Масс-рестлинг – самый молодой аккредитованный российский вид спорта. Сейчас, к слову, пользуется большой популярностью во всем мире. О том, что это за вид и как гиганты-атлеты из разных стран боролись за звание самых сильных, узнаем из сюжета Дмитрия Беломестного. Масс в переводе с якутского означает «деревянная палка», «рестлинг» с английского «борьба». Этот спорт пришел к нам из древности, от народа саха. Масс-рестлинг второй год входит в спортивную программу Восточного экономического форума. Пилотный турнир был признан как успешный. Захватывающие динамичные поединки гигантов не оставили зрителей ВЭФ равнодушными. Поэтому было принято решение сделать турнир традиционным. Это для того, чтобы была дружба между спортсменами, сплоченностью команд и пропагандой и популяризацией масс-рестлинга. Очень древний вид спорта, национальный вид спорта народа саха, который проживает на северо-востоке России. Очень большая работа проделана Министерством спорта Российской Федерации, которая аккредитовала его как российский вид спорта и сегодня дала ему возможность выйти на международный район. Сегодня 46 стран объединяет Международная Федерация. 24 спортсмена из Австралии и Океании, Европы, Азии, Северной и Южной Америки приехали удивлять участников форума. Весовая категория абсолютная, и это значит, что здесь тяжеловесы и супертяжеловесы. Правила очень просты – вырвать палку из рук соперника. Поединок длится до победы в двух раундах одного из борцов. Побеждает тот, кому удалось перетянуть соперника через опорную доску или если противник выпустил палку. Но главной изюминкой турнира стал перенос камня на дальность. Сила и мощь, ловкость и хитроумные подходы, решимость и стремительность – все эти качества присущи сильнейшим масс-рестлерам мира. Этот камень весом 116 килограммов. Нужен он для того, чтобы спортсмены перед тем, как стали поднимать основной вес, на нем тренировались. Попробую это сделать и я. А вот вес главного спортивного инвентаря – 151 килограмм. Некоторым спортсменам попытка поднять и пронести камень давалась нелегко. Однако многие уверенно шагали в обнимку с огромным булыжником. Чрезвычайно важное соревнование. Я очень счастлив представить Уругвай. Было непросто соревноваться в своей 50-килограммовой категории, но своим результатом доволен. Турнир собрал тех, кто впервые приехал на Приморскую землю, а также тех, кто удивлял своей силой год назад. Якутский спорт не из простых, так как он требует неимоверной техники и слаженной работы всех групп мышц. Технически правильно надо было взять. Первый раз пробовал его, но пока на 30 метров пронес. Там посмотрим результат, каким стану. Вы, в принципе, довольны своим результатом? Нет. Никогда не довольны своим результатом. До конца. Еще до начала турнира всех участников разделили на две команды – Вальхала и Атила. На жеребьевку не влияла страна, которую представляет спортсмен. В командном зачете гунны уступили викингам. А вот в личном первенстве в переносе камня лучшими стали литовский силач и два богатыря с Украины. Я камни очень хорошо делаю. Для меня это не вес. Я носил и 190 камни, 200 носил. Просто уставшие ноги были. И плюс еще мы на соревнованиях носим по покрытию, там, бетонка или асфальт. А здесь земля. У меня вес 150, и камни 150. И сильно грузнешь. Ну, нормально. В принципе, для усталости нормально. Неплохо, я скажу так. Пришедшие из глубины веков масс-рестлинг сочетают в себе народные традиции и современный спорт. Этот вид вдохновлен идеей мира и устойчивого развития в третьем тысячелетии. Такие соревнования служат мостом дружбы, культурного обмена и успешного спортивного сотрудничества. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Поклонники музыки во Владивостоке получили уникальную возможность услышать игру органиста Сикстинской капеллы. Дизайнеры краевой столицы вдохновились русской живописью и создали смелую и уникальную коллекцию одежды и аксессуаров. Юбилейный пятый чемпионат по дрифту стартует в Приморской столице. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС. Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Поклонники музыки во Владивостоке получили уникальную возможность услышать игру органиста Сикстинской капеллы. Дизайнеры краевой столицы вдохновились русской живописью и создали смелую и уникальную коллекцию одежды и аксессуаров. Юбилейный пятый чемпионат по дрифту стартует в Приморской столице. Поклонники органной музыки во Владивостоке получили уникальную возможность услышать музыку, которая звучит под сводами Собора Святого Петра в Ватикане. В католическом соборе с концертами выступил Хуан Парадель Соле, который вот уже семь лет сопровождает своей игрой на органе все торжественные службы Папы в Соборе Святого Петра. За почти 30-летнюю службу Хуана Параделя Соле наградили титулом первый пожизненный органист. Репетицию перед концертом во Владивостоке мастер провел специально для нашей съемочной группы. Фантазия и фуга соль минор Иоганна Себастьяна Баха – одна из любимых мелодий Папы Римского Франциско. Хуан Парадель Соле – титулярный органист сикстинской папской музыкальной капеллы. Он сопровождает литургии Папы в Соборе Святого Петра в Ватикане. Пожизненный первый органист базилики Санта Мария Маджоре – одной из четырех великих папских базилик Рима. Во Владивостоке Хуан Парадель Соле дал всего два концерта. Для поклонников органного звучания это исключительный шанс напрямую соприкоснуться с музыкой, которая звучит в Ватикане. «Лично разговаривать с самим Папой мне выдается нечасто, но когда играешь в главном католическом соборе Ватикане, а мессу ведет сам Папа, это ни с чем не сравнимое чувство». Первую мессу Хуан Парадель Соле играл для Папы Иоанна Павла II. Вспоминает, в тот момент, когда его представили Папе Римскому, не смог произнести ни слова. Органистом в Сикстинской капелле он служит семь лет. С гордостью признается, за это время ни Бенедикт XVI, ни Франциск не сделали ему ни одного критического замечания о работе. «Я играю не только духовную музыку, но и светскую. Для меня главное, чтобы это была хорошая музыка. Вообще играю на любом инструменте с клавиатурой, выступая с концертами по всему миру». Во Владивосток Хуан Парадель Соле приехал впервые. Но Россия для органиста уже давно не загадочная страна. Со своими концертами он побывал во многих городах нашей необъятной родины. Говорит, российская публика любит органную музыку. Особенно Баха. Хуан Парадель Соле родился и вырос в небольшом городке Игуаладо в Испании. Учился в религиозной школе, пел в хоре. Однажды коллектив пригласили спеть на месси в местном соборе. Там, вспоминает Хуан Парадель Соле, стоял прекрасный старинный орган. В тот день он услышал его впервые и был покорён его звучанием. А в 9 лет Хуан Парадель Соле уже исполнил на органе партии для месси. «Программа во Владивостоке разделена на два отделения. Первое отделение – на духовом органе. На нём исполняю музыку в стиле барокко. И второе отделение будет в хорах, на большом электронном органе. На нём исполню романтическую французскую музыку прошлого века. Там очень хороший звук». Во Владивостоке у Хуана Парадель Соле свободного времени почти не было. Практически всё время он провёл за органом. Признаётся, так происходит всегда. Однако он успел прогуляться по центру города и сделать много фотографий. Говорит, увезёт в своём сердце воспоминания о море, кораблях и прекрасной местной публике. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Яркая и неожиданная арт-коллаборация. Дизайнеры Владивостока создали смелую и уникальную коллекцию одежды и аксессуаров. Мастера вдохновились полотнами русских и приморских художников из собрания Приморской картины галереи. Свои работы они представили в рамках русского модного шоу известного дизайнера Алены Миланской. На показе побывала и моя коллега Анна Бережная. Пожалуй, впервые модный показ стал одновременной выставкой репродукции известных русских художников. Каждая из представленных нарядов – воплощение той или иной картины. Работы художников дизайнеры Владивостока выбирали сами, при одном условии. Полотна должны принадлежать кисти авторов из собрания Приморской картинной галереи. И, конечно, когда мы отбирали произведения, которые могли бы войти в коллекцию, то мы обратили внимание наших замечательных приморских художников. Не зря мы носили название Приморская государственная картинная галерея. И большая часть коллекции – это замечательные работы приморских художников, многих из которых уже нет с нами, но которые стояли у истока в основании и приморского искусства, и приморской живописи. Дизайнеры признаются – участие в показе «Арт энд фэшн» – некий вызов самому себе. Возможность прикоснуться к великому русскому искусству через моду – опыт уникальный. А вдохновения ждать не пришлось. Это репродукция картины Бальзамова, нашего приморского художника. Картина называется «Сирень». Это моя любимая цветовая гамма – сине-фиолетовая. Поэтому, когда я увидела этот свитшот, это первое, что я взяла с полки. И, внимательно рассматривая детали этой картины, я попыталась уловить технику создания картины, вот этих мазков, передачи цветов, деталей, и попыталась перенести это на юбку. Готовый свитшот с репродукцией картины художника – обязательная часть образа. Именно его дизайнеры должны были дополнить другими элементами одежды и аксессуарами. Организовать такой показ на площадке дизайнер «Стаун Вэл» – идея известного модельера Алены Миланской и директора Приморской картинной галереи Алены Доценко. Подобные проекты уже представляли ведущие музеи страны. Третьяковка – музей изобразительных искусств имени Пушкина и Эрмитаж. Вот развитие этой линии одежды в виде свитшотов, она получила сразу вот такое яркое-яркое проявление. Нам очень приятно, что дизайнеры, они не просто откликнулись на наше предложение, а сделали очень креативно, творчески. И образы, которые они предложили к этим свитшотам, они яркие, они запоминающиеся. Для дизайнеров Владивостока создание коллекции «Арт энд фэшн» – новый шаг в развитии своего дела. Для многих участников это первый опыт совместной работы над проектом. Обычно же у каждого дизайнера своя коллекция. Каждый что-то готовит, что-то продумывает. А здесь мы поработали все вместе, это было очень интересно. Мы с таким ожиданием, с каким-то трепетом хотели увидеть, что же сделал каждый из нас. Результатом такой арт-коллаборации остались довольные гости показа. Некоторым из них уже не терпится приобрести модели из коллекции приморских дизайнеров. Я так просто вообще в восторге, потому что это именно наше местное. Я даже удивилась, что у нас такая идея возникла. Но очень приятно. Спасибо дизайнерам, я в восторге. Даже хочу себе что-то приобрести и внучке. Очень красивые модели. И очень такие необычные, я бы сказала. Во всяком случае, я таких людей не видела. Увидеть очередной показ коллекции арт-энд-фэшн от Приморской картиной галереи и дизайнерс Таунвейл можно будет во Владивостоке в дни Эрмитажа 5 октября. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Юбилейный пятый чемпионат по дрифту «Диван» стартует во Владивостоке. 15 и 16 сентября трасса на Приморском кольце вновь станет центром притяжения лучших гонщиков из России и Азии. В этот раз соревнования пройдут в необычном формате. Так как из иностранных пилотов прибыли только японцы. Этакая русско-японская битва покажет, кто же сегодня лучший в дрифте. Наши спортсмены или родоначальники этого автоспорта. Мы здесь уже пятый раз и видим, как быстро развивается российский дрифт. Многие считают, что мы, японцы, недостижимы в этом виде автоспорта. Но, честно сказать, я побаиваюсь, что в этот раз мы можем проиграть. Ваши спортсмены уже иногда превосходят нас на гонках в нашей стране. Поэтому предстоящий чемпионат будет непредсказуемым. Честь России будут защищать лучшие дрифтеры страны, половина из которых представят Приморские краи. Соревнования по традиции начнутся с одиночных заездов. А уже во второй день зрители смогут увидеть красочный парный занос. Помимо этого, программа «Дрифт выходных» будет насыщена развлекательным шоу, конкурсами и многим другим. Напомним, в прошлом году победителем этого чемпионата стал японский гонщик Хидеюки Фудзина. В продолжении спортивной темы. Юные дзюдоисты России, Японии и Кореи поделили награды международного турнира в рамках Восточного экономического форума. Соревнования, которые принимает Владивосток уже второй год подряд, проходят под патронатом президента России и премьер-министра Японии. О том, как прошли напряженные схватки под дзюдо, расскажет Максим Яковлев. Лучшие юные дзюдоисты пяти стран вышли на татами, чтобы решить, кому достанется кубок под дзюдо в честь Дзигара Кано. Международный турнир проходит во второй раз. В этом году решили сделать его командным. Юноши и девушки до 18 лет выступали в восьми весовых категориях. Торнир очень значимый, так как имеет политическую составляющую. И, конечно, он очень важен для каждой страны, которая участвует в этих соревнованиях. Каждый хочет раскрыться, победить, показать максимальный результат как тренеры, спортсмены, руководители делегации. Как и предполагалось, в финале встретились главные фавориты – Япония и Россия. Перед началом президентских поединков счет на экране был 5-5. В первых рядах наблюдали за борьбой Владимир Путин и Синза Абе. Турнир проходит под их патронатом. Через пару мгновений на ковре уже лидировала команда России. Однако Япония сумела быстро сократить разрыв и сравнять счет. В заключительных шести встречах борьба продолжилась с тем же накалом, что и в первой части финала. Наши дзюдоисты смогли выйти вперед при счете 8-6. А поставил точку в этом турнире Иосиф Симин, который был неудержим в партере и жестким болевым выбил себе решающее золото, а также звание лучшего дзюдоиста турнира. Таким образом, общекомандная победа досталась россиянам. Серебро у японцев, а третье место заняли корейские спортсмены. Напомню, что второй турнир имени Дзигара Кано проходил под эгидой Международной федерации дзюдо с целью укрепления дружественных отношений между народами стран, представленных на ВЭФ. Вдобавок, эти соревнования послужат огромным толчком в карьере местных начинающих борцов. Максим Яковлев, Дмитрий Беломеснов. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Главы трех департаментов администрации Приморского края покинули свои посты. Заявления об увольнении от чиновников поступили накануне второго тура досрочных выборов губернатора Приморья, который назначен на 16 сентября. На Шамре ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. Пробы воды направлены в Центр лабораторного анализа. Источник загрязнения и виновник происшествия не установлены. Проводятся разбирательства. Новый автобус появился на маршруте номер 15. Он будет курсировать между островом Русский и центром города. Машину подарила администрация Владивостока компания «Нефтегазхолдинг». Восточный экономический форум принял гостей из 60 государств и стал стартом для проектов на сумму в 3 триллиона рублей. Поклонники органной музыки во Владивостоке получили уникальную возможность услышать музыку, которая звучит под сводами собора Святого Петра в Ватикане, в католическом соборе с концертами выступил Хуан Парадель Соле. Юбилейный пятый чемпионат по дрифту «Диван» стартует во Владивостоке. В этот раз соревнования пройдут в необычном формате, так как из иностранных пилотов прибыли только японцы. А на сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на 8 канал Владивосток в Ютьюбе. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Всю эту неделю корреспонденты 8 канала рассказывали вам об одном из главных событий года в Приморской столице в Восточном экономическом форуме, а также знакомились с культурными и спортивными событиями, которые проходили в рамках ВЭФ. Операторы отсняли гигабайты картинки, но не все эффектные, а иногда и забавные кадры вошли в наши сюжеты. И сейчас у вас есть шанс все это увидеть в нашей рубрике без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на 8. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok